В Китае ее зовут Мачанюй. Для друзей из России она просто МС. В прошлом титулованная спортсменка, призер национальных чемпионатов по шорт-треку, а сегодня студентка Российского международного олимпийского университета. И на один день учитель для воспитанников Всероссийского детского спортивного центра. До приезда в Сочи Мачанюй помогала спортсменам в планировании будущей карьеры, занималась подготовкой и организацией спортивных массовых мероприятий для молодежи. Подобные встречи со спортсменами, на которых она рассказывает о своем пути в спорте, в Китае проводит несколько раз в месяц. Я очень счастлива была пообщаться с этими детьми, с воспитанниками центра. В Китае нет таких центров. То, что он есть в России, в Сочи, это очень здорово. Мне нравится Сочи, мне нравится шорт-трек и мне нравятся эти дети. После общения все на лед. Здесь, на арене Мачанюй поделилась секретами профессионального мастерства. Показала несколько элементов и технику их исполнения. В мастер-классе приняли участие шорт-трекисты из Санкт-Петербурга и Сочи. Говорят, получить советы от опытной спортсменки – большая удача. Спортсменка из Китая. Нам очень понравилась, так как у нее потрясающая техника, которая, пожалуй, нам очень нужна. Нам бы побольше таких визитов. Я заинтересована в шорт-треке. И для меня этот приход этой спортсменки очень интересен. И я надеюсь, что она будет нас посещать почаще, так как она сама сейчас в Сочи. Как рассказала Катя Трещилова, местным шорт-трекистам вообще везет. В Сочи сегодня центр притяжения лучших спортсменов. На льду местные шорт-трекисты тренируются всего год, но уже катались на одной площадке с Виктором Анном – кумиром и китаянки Мачанюй. Кстати, ее встречу со спортсменами организовали в рамках сотрудничества Олимпийского университета и Всероссийского детского спортивно-оздоровительного центра. У нас такой широкий очень спектр деятельности, который позволит, самое главное, развивать детский спорт в стране. Потому что мы считаем, что наш центр – это такая инновационная площадка для развития детского спорта в стране. И, конечно же, нам очень-очень нужно вот эта научная составляющая, вот эта методическая составляющая, которая есть в Олимпийском университете. Завтра во Всероссийском детском спортцентре заканчивается уже очередная смена. Она третья в этом году, а фактически уже девятая со дня открытия этой площадки. Всего же центр принял уже 1800 детей из 60 регионов России. 1 апреля новый заезд, а значит и новые встречи с именитыми спортсменами. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТР». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова